Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения. Сегодня состоялся второй полуфинал международного конкурса в Тель-Авиве. Участник от России выступил под номером 13. Число для Лазарева оказалось удачным, артист появится на решающем концерте. 36-летний Сергей Лазарев вновь представит Россию в Евровидении 2019. Сегодня артист выступил во втором полуфинале конкурса, который определял потенциальных победителей. Он вышел на сцену под номером 13, что особенно порадовало звезду. Обожаю это число, признавался Лазарев. Очевидно, загадочная цифра стала для него счастливой, певец в десятке участников, прошедших в финал. Вместе с Лазаревым также выступят представители Северной Македонии, Мальты, Албании, Швеции, Швейцарии, Дании, Норвегии, Азербайджана и Нидерландов. Российскому артисту предстоит побороться за победу еще с десятью счастливчиками из первого отбора. К слову, букмекеры ставят Лазарева в пятерку лучших. По их мнению, у певца есть все шансы получить заветную статуэтку. Сергей действительно, хорошо запомнился европейским зрителям. Ведь в 2016 году он стал их основным фаворитом конкурса. Лазарев также выгодно отличился подбором песни. На этот раз он исполнил эпичную балладу «Скрим», продюсером которой стал Филипп Киркоров. Композиция не просто красивая, но и достаточно сложная. Она позволила максимально продемонстрировать вокальные возможности артиста. Певец признавался, что сначала с сомнением отнесся к своей кандидатуре на Евровидении 2019, пока не услышал «Скрим». Я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл. Делился Сергей Лазарев. Постановка номера также оказалась эффектной. На сцене было создано несколько копий исполнителя, которые отыгрывали эмоции главного героя. Во время исполнения они превращались в экраны, а на них уже транслировались явления природы. Наблюдать за шоу «Евровидение» 2019 будет особенно интересно и благодаря сюрпризам организаторов. Говорят, недавно им удалось, наконец-то подписать контракт с Мадонной. Зрителям представится возможность первым услышать ее новую композицию, а также вспомнить один из главных хитов. По словам Киркорова, знаменитость остановилась в том же отеле, что и он. Кроме того, один из партнеров конкурса предложил всем участникам сдать ДНК-тест. Так они смогут выяснить свою родословную, а также почувствовать всеобщее человеческое единение. «Я сам с нетерпением жду, кто же я, какие крови намешаны», – признавался Лазарев.